Михаил Зинович, здравствуйте. Здравствуйте. В России стартовала перепись. Известно, что она будет первой цифровой и последней бумажной. Где и как мы можем переписаться в течение этого ближайшего месяца? Каждый гражданин, у кого есть персональный компьютер или другие приспособления, позволяющие выйти в интернет, могут зайти на единый портал государственных услуг и провести самоперепись. То есть они сами самостоятельно занесут ответы на вопросы переписи, получат соответствующий QR-код. Переписчики будут знать, что эти люди вошли в состав переписанных людей. Следующая часть, те, кто не владеет этими технологиями, но нет у него желания, чтобы к ним в домохозяйство пришли переписчики, самостоятельно могут прийти в пункт переписи населения. Там есть оборудованные места, стоит современное компьютерное оборудование, есть специалисты, которые позволят зарегистрироваться и войти в единый портал государственных услуг. И по тем сведениям, которые граждане передадут, они помогут им зарегистрироваться, опять-таки внести эти сведения. Следующая возможность – это многофункциональные центры. Люди, когда придут за получением других каких-то услуг, они могут пройти в том числе и перепись населения. Мы расширили возможность участия в электронном виде, мы попросили, чтобы точно такие же выделенные места были в пенсионном фонде, люди очень часто туда обращаются. Также подключился инициативно департамент занятости населения, они тоже активно сотрудничают с населением и тоже создают условия и точки доступа в интернет. Также существует традиционный, и он очень активно будет использоваться. Традиционный способ. К гражданам домохозяйства придут наши переписчики в соответствии с порядком проведения переписи, они имеют зону ответственности, они точно знают адреса, мы этим занимались вместе с муниципальными образованиями, адреса домохозяйств и количество предполагаемых жителей, кого нужно переписать. Единственная разница будет заключаться в том, что не будет на бумажных носителях заноситься эти сведения. Переписчики сразу же ответы на вопросы занесут планшет, который имеет каждый переписчик. Вы несколько раз упомянули такое понятие, как домохозяйство. Известно, что даже в одной квартире их может быть несколько. Вот поясните, кто и кого может переписать. Те, кто постоянно проживает в этом домохозяйстве, то есть у кого-то под одной крышей, у кого-то квартира, у кого-то частный дом, это не важно. И это совершенно не важно степень родства. Это не касается только членов семей. Если постоянно проживают и бабушка с дедушкой, или еще какие-то родственники, подчеркиваю, постоянно это может быть так, то все являются членами этого домохозяйства. Путаница здесь происходит. Если вы зарегистрированы вместе с родителями, но проживаете в другой местности и постоянно проживаете в другой местности, то сама регистрация никакой роли не играет. А играет роль и имеет значение при переписи то место, где человек постоянно проживает. Пандемия коронавируса скорректировала ответ на вопрос, как необходимо переписаться. И по вашим прогнозам, какая часть жителей МРИЛ перепишется онлайн на портале госуслуг? Мы предполагаем, что не менее половины жителей, мы очень к этой стремимся, к этой точке, и сделаем все возможное для того, чтобы, во-первых, создать условия и возможность электронной переписи. И следующее уточнение рекомендовано всем государственным служащим, муниципальным служащим, работникам бюджетной сферы республиканского уровня, работникам бюджетной сферы муниципального уровня всем переписаться в электронном виде через единый портал государственных услуг. Есть еще одно очень важное понятие в переписи – это момент учета населения. Вот о чем здесь идет речь? Момент учета населения, и не случайно так образно называется, это мгновенные фотографии нашей страны. Мгновенные фотографии можно сделать только на определенную дату. Эта дата определена 0 часов 1 октября. Очень точно это можно показать на примере. Если ребенок родился после 1 октября, он уже не попадает под перепись, потому что это в 0 часов 1 числа этого человека на свете не было, и в нашей стране тоже. Ну и есть печальная статистика, но как бы странно это не звучало, но если люди, к сожалению, ушли из жизни до 1 октября, сейчас будем проводить перепись, до 15 ноября мы тех людей учитываем. Они попадают под перепись, потому что на первое число, на 0 часов эти люди были с нами. Для каких целей нужна информация, которую мы получим во время переписи? Прежде всего всех нас интересует численность населения в нашей стране, собственно, и в регионе. Следующее, это исключительно только через перепись населения мы получим национальный состав. Сейчас в нынешней переписи введен даже вопрос степень владения языком родным. Там есть как, насколько там владеете языком, на каком языке вы общаетесь. Это тоже нужно понимать. Мы живем в многонациональной стране, многокомпенсиональной, многоязычной. И то есть, как используется тот или иной язык, это тоже очень важный аспект. Тоже можно только через перепись населения получить. И число постоянных жителей, так как миграционные потоки, особенно в последнее время, с предыдущей переписи, за последние десятилетия, значительно усилились, значительно изменились. И нужно понимать, как на момент, на 1 октября 00 часов, какое количество людей постоянно, если больше года там написано, да, постоянно пребывает в нашей стране. А для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы более четко спланировать социально-экономическое развитие нашей страны, чтобы учесть демократические процессы при реализации тех же национальных проектов. А национальные проекты охватывают, по сути дела, широчайший спектр жизнеобеспечения нашей страны, социального обустройства, создание комфортных условий для проживания, создание новых рабочих мест. Это все имеет отношение к планированию, в том числе и стратегическому планированию, что очень важно. Так как эти сведения, которые мы сейчас получим, это вклад в наше будущее, потому что следующее сведение мы только получим через 10 лет, и это вклад в десятилетнее развитие всей нашей страны, нашей республики. Вот из этих соображений и пользуясь случаем, конечно же, я призываю всех жителей нашей республики сделать максимально корректными и точными эти сведения, а это можно сделать единственным способом – обязательно пройти перепись. От этого будет зависеть благополучие и развитие нашего села, деревни, муниципального образования и места, где мы все вместе живем и работаем. Это очень важно. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего доброго.